Дорогие коллеги, приветствую всех на интерстриме инвесторов Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем эфир передачи обзор рынка в полдень. С нами сегодня Андрей Малевич, наш коллега, алготрейдер из Калининграда. Андрей, приветствуем вас. Приветствую, Игорь Николаевич. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, зрители моего канала. Мы сегодня торгуем очень активно. Многие заработали на снижение цен на нефть. Кто-то на росте доллар-рубль. Ну и, конечно, все интересуемся, доколе это будет продолжаться. Есть ли светлая перспектива на вторую половину дня. Что думаете? Ну, не знаю. Все по-разному. Кто куда что видит, наверное, продолжится. Я понял вас. Все, давайте вместе посмотрим на графиках, как вам видится рынок. Давайте посмотрим. Мимо нефти и доллар-рубля, я думаю, мы не пройдем. Ну, по нефти я не делаю обзор сегодня у нас мажоры, а доллар-рубль мы, конечно, посмотрим. Хорошо. Давайте посмотрим. Так, как видно мой экран? Экран видно хорошо. Вам слово. Так. Ну, так как коррелирует весь валютный рынок, а главным образом нас сейчас интересует валютный рынок, он коррелирует у нас с индексом доллара, то, соответственно, начнем с этого инструмента. В общем-то, я вижу, что индекс доллара подошел к достаточно значимому уровню поддержки на данный момент. Это 92.52. Совсем недавно он тоже у нас выступал в качестве поддержки. Пробивали его. И, в общем-то... Так, сейчас момент я переведусь на синенькое, чтобы здесь получше было. Окей. Так. Значит, сейчас на данный момент у нас в качестве поддержки по данному инструменту выступает уровень 92.52, но округлим 92.50. Совсем недавно он у нас выступал в качестве сопротивления, подходили к нему, отбивались. Пробили его 7-го числа, 7-го июля, пробили, закрепились выше на него и уже от него сходили на одну фигуру, обновили хаи, локальные хаи на 92.84. Отсюда отбились и снова пришли к нему, и он выступает в качестве поддержки. Я, в общем-то, думаю, что движение со стороны покупателей продолжится в моменте. Отобьемся мы еще раз от уровня 92.50 в район 92.85 и 92.85 в ближайшее время мы увидим. То есть, я думаю, продолжится движение в рамках среднесрочного растущего тренда. И на рынке чувствуется преобладание покупателей. Что у нас за уровень 92.85? Давайте посмотрим. Сразу могу сказать, это зональный уровень, достаточно важный. Видим на него реакцию в марте 2021 года. Подходили к нему, отрабатывали его в качестве сопротивления, отбивались на высокой волатильности, пробивали, возвращались к нему и снова ходили на одну фигуру от него. Но до этого он у нас себя зарекомендовал вот таким вот образом. Это был 20-й год. С сентября, грубо говоря, с сентября, с 31 июля, извините, по сентябрь, в общем-то данный инструмент ходил вокруг него и видели, поэтому я зоной его еще тогда обозначил, видели на нем и ложные пробои, и сложные ложные пробои, и такие глубокие сложные ложные пробои с обратным выносом и ретестом. И опять поход на две фигуры, и снова отбой, отбой, здесь ложный пробой, и в общем-то на высокой волатильности его пробили, снова вернулись за него, и в общем-то отработка данного уровня была. То есть не считаться с ним нельзя. В ноябре 2020 года на высокой волатильности его пробили, на обратном ретесте вернулись, и уже в общем-то зародился тренд, достаточно долгосрочный тренд, который в общем-то обновил лоу в моменте. Соответственно, сейчас мы стоим возле этого уровня, очень важный уровень, думаю, сходу его не возьмут. Вот вчера была попытка, не получилось, я думаю, будут еще попытки со стороны покупателей пробить его, будет движение к нему, здесь будем, конечно, смотреть, как будет вести себя цена. Но, скорее всего, сходу его не возьмут. Я думаю, мы еще потопчемся в таком диапазоне, как 92.00, 92.90, ну, возможно, 93. То есть в этом диапазоне, как только я увижу диапазон, увижу волатильность внутри этого диапазона, значит, сразу возьмем это все дело в такую рамочку, в канал, и уже согласно этой волатильности будем отрабатывать валютные инструменты. Ну и кто торгует фьючерс на данный индекс, тоже, в принципе, можно будет его расторговывать в рамках данной волатильности. Итак, идем непосредственно на валютный рынок. Перед нами евро-доллар. Цель, которая была поставлена во вторник, ну, чуть-чуть не дотянули до 17.58. Сразу хочу сказать, мое мнение такое, что в ближайшее время увидим 17.58, а, возможно, и 17.30. То есть куда-то вот сюда, то есть вот в этот район, между уровнями, то есть в зоне скопления вот этого консолидационного накопления. Напомню, что данный инструмент у нас среднесрочно двигается в направлении продаж, угол движения цены направлен вниз, на рынке преобладают продавцы, это у нас гипотетический тренд, это реальный тренд, и данный инструмент пробил вчера отметку 18.25, закрепился, сегодня ретест, и откуда-то отсюда уже можно искать позиции для того, чтобы открывать шорт. Цель 17.50, 17.90, вот красненьким она здесь выделена, и пониже 17.58. Вот на 17.58 нужно будет смотреть, как данный инструмент себя будет вести, цена, точнее, по данному инструменту. Возможно, протянуты пониже на 17.30. Возможно, коррекционное движение будет и поглубже, в район 18.70, это вот сюда, вот к этим консолидационным накоплениям, вот к этим, и уже отсюда тоже, в принципе, можно будет рассматривать данный инструмент к открытию позиции в направлении шортов. Я считаю, никаких лангах пока речи быть не может, только от шортов и только по тренду на рынке чувствуются продавцы. Но напомню, что индекс доллара подходит к очень сильному, скажем так, к очень сильным консолидационным накоплениям 2020 года. Соответственно, данный инструмент могут очень быстро свозить в район 17.50, 17.30 и оттуда мощным движением развернуть. То есть нужно быть осторожным, то есть работайте со стопами, соблюдайте риски. По фунту данный инструмент у нас находится также в среднесрочном падающем тренде. На рынке у нас преобладают продавцы и угол движения цены пока по данному инструменту направлен вниз. Стоит данный инструмент на 200-дневной скользящей средней. Она уже себе показала, что это очень сильный уровень, скажем так, скользящий уровень поддержки. Раз отбились, еще раз отбились, еще раз отбились и сейчас прям непосредственно стоим на ней. Здесь такое сочетание получается. Данный инструмент стоит под важной консолидационной зоной. Зоной уровней поддержки сопротивления 38.00-38.09. Также сопротивление это верхняя граница среднесрочного падающего тренда. Но поддержка 200-дневная скользящая средняя. Если прорвут 200-дневную скользящую среднюю, то в принципе данный инструмент очень-очень быстро окажется у нас где-то в середине вот этого консолидационного канала. Я думаю, увидим 37.00. То есть куда-то вот сюда вот он придет. Можно это дело ожидать. Я бы со своей стороны, я сегодня посмотрю еще как будет закрываться рынок. Напомню, завтра у нас еще пятница. Это повышенная волатильность. Но в общем и целом вполне возможно, что если сегодня будем закрываться ниже данной зоны поддержки и сопротивления, то есть сейчас она выступает в качестве сопротивления, то отсюда, конечно, я буду его шортить в район как минимум 37.37 и 37.00. То есть вот сюда. То есть от шортов. Пока от шортов. Австралиец. По данному инструменту была очень хорошая сделка. Совсем недавно я ее закрыл. Ну где-то в районе 100 пунктов я по ней забрал. Всем говорил, что с этой зоны нужно шортить. В общем-то, в принципе, в прямом эфире я раскладывался. Не показывал, как открывал позиции. Но тем не менее, заработали на ней хорошо. Данный инструмент у нас также находится в среднесрочном падающем тренде. Угол движения цены по данному инструменту направлен вниз. На рынке преобладают продавцы, несмотря ни на что. Я думаю, что сейчас сходу входить по данному инструменту и открывать какие-то позиции, либо лонг, либо шорт не стоит. А вот если, допустим, дождаться отметки, скажем так, коррекционного движения в рамках отметки 74.85 и, возможно, повыше, куда-то вот сюда 75.14, то отсюда, конечно же, будет в приоритете расторговывать данный инструмент в направлении 74.00. И, возможно, пониже. Вот здесь вот у нас есть еще такой второстепенный вспомогательный уровень 73.32. Сейчас я его обозначу вот так вот в квадратик, чтобы он был виден. Вот, 73.32. То есть, в принципе, от шортов можно ориентироваться на эти уровни. И на ретесте 74.85 и чуть повыше можно будет, в принципе, открывать позиции в направлении продаж. Схожая ситуация у нас по новизеланцу. В общем-то, данный инструмент у нас также находится в среднесрочном падающем тренде. Угол движения цены направлен вниз, на рынке преобладают продавцы. В моменте открывать позиции я бы не стал. Нужно дождаться ретеста уровня 72.00. Такой достаточно круглый уровень. То есть, примерно куда-то в зону вот этого консолидационного накопления от апреля 2021 года. И уже отсюда, конечно, будет интересно торговать в направлении продаж в район 69.46 и, может быть, чуть-чуть пониже в район 68.71. То есть, на две фигуры, в принципе, очень большая вероятность. Есть очень большая вероятность, что данный инструмент сходит. Но на уровне 69.46 нужно будет смотреть, как будет вести себя цена по данному инструменту. Канадец. Здесь продолжается движение по данному инструменту в рамках растущего среднесрочного тренда. Угол движения цены направлен вверх. На рынке преобладают покупатели. Ударился данный инструмент в двухсотдневную скользящую среднюю. В принципе, уже индикатор отсвечивает, что где-то здесь будет разворот. И, соответственно, в общем-то, нужно дождаться коррекционного движения. Ну, хотя бы в рамках вот этого консолидационного накопления от апреля 2021 года. Куда-то в район 24.75. Отсюда в приоритете будет набирать позиции в направлении лонгов в район 26.22. Если протянут еще и пониже в район 24.34, то отсюда тоже в приоритете набирать позиции в направлении лонгов с ориентиром в 26.22. То есть от лонгов в принципе 26.22 уровень очень сильный, достаточно значимый исторический. Думаю, сходу его не возьмут и сходу его не пробьют. Единственное сегодня на отскоке по индексу доллара, если будет отскок от уровня 92.15, то в принципе он очень быстро можем увидеть 26.22. Но наша задача, в общем-то, отработать от ретеста. Соответственно, сейчас бы я в середине фигуры не стал бы заходить. Интересно было бы только отработать на ретесте. Доллар-франк. Идет коррекционное движение в рамках среднесрочного растущего тренда. Среднесрочный растущий тренд. Выводят данный инструмент из среднесрочного растущего тренда. Достаточно мощная амплитудная свеча со стороны продавцов. Перелома здесь не видно. Виден ретест уровня 91.83. Вот так вот сходу влетать, в принципе, я бы не стал бы днем на высокой волатильности. Все-таки бы я посмотрел, как будет реагировать дальше цена по данному инструменту на данный уровень. На 91.83. И далее уже, если здесь начнутся такие консолидационные движения, то, в принципе, отсюда можно будет отрабатывать в район 92.27 и повыше в район 92.88. То есть отрабатывать от лонгов. Первый тейк-профит – это 92.27. Второй тейк-профит – это, в общем-то, возле границ 92.88. То есть от лонгов. Ну, давайте посмотрим более внимательно, что у нас за уровень 91.83. 91.83. Достаточно сильный уровень в данном случае поддержки. Он у нас, в общем-то, себя зарекомендовал еще с августа 2020 года. С августа 2020 года. Видели, он выступал на высокой волатильности, его пробили, вернулись к нему, отрисовали глубокий ложный пробой. Отбой. Ложный пробой. Еще один ложный пробой. Сложный ложный пробой с обратным ретестом. Ложный пробой. Отбой. То есть достаточно сильный и важный исторический уровень игнорировать. Я думаю, данный инструмент его не проигнорируют. Единственное, нужно, чтобы он здесь отконсолидировался и после этого уже, конечно, присматриваться к открытию позиции в направлении покупок. Ена. По данному инструменту я входил, вынесла меня по стопам. На высокой волатильности, в общем-то, данный инструмент двинулся в направлении продаж. Самый непредсказуемый и самый непонятный для меня инструмент на рынке. Ну, точнее, один из самых непредсказуемых. Скажем так, из мажоров. Это самый нервозный инструмент. Вот так вот я могу его назвать. В принципе, на рынке я еще не могу сказать, что вижу перелом по данному инструменту. Но все очень близко к нему. Вывели данные вчерашней свечой, вот этой амплитудной свечой. Ну, или вывели, или пытаются вывести данный инструмент из, ну, скажем так, долгосрочного растущего тренда. Я думаю, по данному инструменту будет отскок в район где-то, ну, как минимум в район 110.65. Может быть повыше, в район 110.91. Единственное, надо данному инструменту дать успокоиться, чтобы он отконсолидировался на уровне 109.79. И уже откуда-то отсюда можно будет попробовать искать позиции в направлении лонг. Вот, но посмотрим еще, как сегодня закроется цена под вечер по данному инструменту. Уже будем делать выводы. Доллар-рубль. Так вот, так вот. Ну, здесь у нас, в принципе, началось такое ралли со стороны быков. Быки отыгрываются за все, что было с ними и что делали с ними продавцы. Скажем так, данный инструмент у нас среднесрочно двигается в рамках растущего, среднесрочного растущего тренда. Влетать отсюда по текущей цене в направлении лонг я бы не стал. Я, в общем-то, дождусь, когда данный инструмент скорректируется в район, ну, как минимум, отметки 74.17. И уже откуда-то вот от этой вот ранее нижней границы среднесрочного растущего, долгосрочного растущего тренда, я уже, конечно, буду расторговывать данный инструмент в направлении 76.23. Пока я бы по данному инструменту предпринимать ничего не стал. На высокой волатильности это его, в принципе, нормальное состояние, когда он на высокой волатильности быстро движется либо в ту, либо в другую сторону. И скорость изменения цены у данного инструмента достаточно высока. Надо дать скорректироваться, бесконечного роста не может быть. И уже оттуда, в общем-то, набрать позиции в направлении лонг. По евро ситуация схожая. Данный инструмент у нас вывели из краткосрочного падающего тренда. Вот он перед вами. Краткосрочный падающий тренд, даже, можно сказать, среднесрочный падающий тренд. Вывели данный инструмент из среднесрочного падающего тренда и отрисовали уже краткосрочный растущий тренд. Здесь ситуация схожая. Надо будет искать третью точку зарождающегося тренда. И уже откуда-то отсюда можно будет формировать позицию в направлении покупок. Я думаю, это будет у нас отметка 88.32. И она будет интересна к тому, чтобы начинать формировать позиции в направлении лонг. Ну, как минимум, в такой район, как 89.36, 89.72. И, возможно, повыше на высокой волатильности 90.50. Но, пока об этом говорить рано, надо дать скорректироваться, посмотреть, как будут держать покупатели удар от продавцов. И уже после этого на ретесте формировать позиции в направлении лонг. По золоту. Чем-то ситуация по росту схожа с рублем из евро. Такое, можно сказать, в днях. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь дней подряд белые свечи. Такое впечатление, как золото отыгрывается. Идет наверх в направлении покупок. Так, давайте посмотрим его в четырех часах. В принципе, я ждал данный инструмент чуть-чуть пониже. В районе 17.89. Отсюда его хотел набраться в направлении лонг. Не дотянули. Дотянули до отметки 17.95. Отсюда развернули. В принципе, уровень достаточно значимый. Он себя уже давно зарекомендовал. Уровень исторический. Вот отсюда у него были первые, скажем так, ну не первые, там с историей еще тоже есть. Но, в принципе, он себя с 21 апреля 2020 года здесь подтвердился. Видели на нем отбой, отбой, отбой. Ложный пробой. Ложный пробой. На высокой волатильности пробили. И не вернулись к нему на обратный ретест. В рамках этого года, в июне этого года, его также на высокой волатильности пробили. Был обратный ретест. Еще один обратный ретест. То есть, отбой, отбой. Еще один отбой. Сейчас его снова пробили на высокой волатильности. Обратный ретест. Ложный пробой. Отбой. И еще один отбой. То есть, в общем-то, можно сказать, конечно, пожадничал. Вот. Можно было от уровня 17.95 растроговать его практически на фигуру. В район 18.18. Но сейчас, я думаю, пока в рынок идти не стоит. Надо, как минимум, дать скорректироваться данному инструменту. Куда-то в район 18.09.18.00. Отсюда, в принципе, можно будет поискать сигналы к тому, чтобы открывать позиции в направлении лангов. Это раз. И второе. То есть, сценарий, как я вижу. Сценарий может быть такой. Коррекция сюда. Отсюда, в направлении лангов. Либо инструмент пробивает отметку 18.18. Закрепляется там. Далее обратный ретест. И отсюда тоже в ланг. То есть, данный инструмент я вижу от лангов. S&P 500. Легкий душ. Легкая коррекция, скажем так. Легкий холодный душ для покупателей. Началась коррекция. Ну, условно коррекция. По данному инструменту. В общем-то, условная коррекция по данному инструменту. Но, тем не менее, это коррекция. Как я говорил, что, в принципе, я бы пока по данному инструменту ничего не предпринимал и по рынку, по американскому рынку в целом. Я думаю, движение в направлении покупок продолжится. Это идет коррекция. Ну и, как минимум, надо, чтобы дотянули до отметки 42.84. Отсюда уже, в принципе, можно будет попробовать. То есть, вот такое движение сюда. Возможно, пониже в район 42.50. И отсюда, от нижней границы долгосрочного растущего тренда, можно будет открывать позиции в направлении лонг. И от 42.50, в принципе, тоже можно будет формировать и открывать позиции в направлении лонг. То есть, искать отсюда лонги. Возможно, протянут и пониже на высокой волатильности в район 42.11. Куда-то вот к этим мощным зонам уже поддержки. Куда-то вот сюда. Тут тоже в приоритете будет открывать позиции в направлении лонг. То есть, ни о каких шортах по данному инструменту и вообще по данному рынку я бы говорить не стал. Думаю, после коррекции движение наверх продолжится. Все, Игорь Николаевич, я закончил. Если ко мне есть вопросы, я готов ответить. Спасибо большое, Андрей, вам за ваш обзор. Очень интересно. Есть чем поторговать. Это самое главное. Доллар-рубль, конечно, в центре нашего внимания. А можем посмотреть на коротком таймфрейме. Доллар-рубль? Да, доллар-рубль. Вот сейчас, ну, понятно, он хорошо подросся, сейчас несколько отбился. И вот на ваш взгляд, вот это вот, ну, третий час мы так достаточно, так сказать, узко идем. Вот, на ваш взгляд, возможно дальнейшее движение сегодня-завтра наверх? Возможно. А, все-таки возможно, да? Возможно. Ну, на коротком таймфрейме у меня ничего не меняется. Если, так, ну, давайте тогда более подробно по данному инструменту. Да, поскольку это самая горячая тема, сейчас очень многие заходят в нее. А что у вас не самая горячая тема? Фунт франк. Он падает, я сегодня по нему забрал 130 пунктов, по-моему, там что-то такое. Ну, потому что кросс-курсы по-прежнему торгуют людей меньше. Я понял. Так, ну, что у нас можно сказать по данному? Ну, во-первых, данный инструмент пробил достаточно важный уровень 74.86. Вот он. Вот. То есть уровень как бы уже, не как бы, а уже выступает у нас в качестве поддержки. Ну, видели, что он, ну, тут уже бесспорно, что он исторический у нас. Масса на нем просто паттернов. Здесь и отбои, и ложные пробои, и сложные ложные пробои, полные конфигурации. На высокой волатильности пробивали, не дотянулись. И, в общем-то, игнорировать его игроки не будут, как я считаю. Единственное, надо ему на данном уровне либо дать закрепиться, то есть он закрепляется, вот сегодня под него он закрепляется, вот так закрывается выше. Тогда данный уровень у нас уже выступает в качестве поддержки. Все, тогда будем отрабатывать от него. Если уводят данный инструмент в район 74-17, то тогда отрабатываем отсюда, но тоже в направлении лонгок. Если посмотреть и попробовать найти третью точку, на мой взгляд, я еще раз повторяюсь, это только на мой взгляд. Нормальное коррекционное движение. Давайте перейдем в 4 часа. Так, вот сейчас по-быстрому. Перешли сюда. Так, сейчас, момент. У меня свое, поэтому я по-своему вижу. То есть где-то вот сюда, где-то район, район, опять же, все вот сводится, ну, примерно 74-44 и 74-17. То есть, топ-74-17, 74-30. Примерно вот где-то давайте вот так вот поставим точку. Вот эта вот точка будет очень интересная, на мой взгляд, для того, чтобы открывать позицию направления лонгок. Для меня это в том случае, если данный инструмент сегодня уведут за 74-86. Если инструмент не уведут, то тогда, значит, сегодня, возможно, сегодня я буду его расторговать прямо от этого уровня направлением 76-23. От 74-37 я тоже буду расторговать в район 76-23. Вот такая у вас цель 76-23, да, ближайшие? Да, гипотетический канал, как бы я их уже так обкатываю с ними очень давно, они работают, поэтому третья точка, она где-то будет, ну, где-то ее найдут. Я понял вас. Выглядит очень интересно. Спасибо большое, Андрей, вам за комментарии по этой теме. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Вот, Павел Дагаев пишет, Андрей, добрый день, собираюсь в Калининград. Есть ли где погулять в Калининграде? Вот такой конкретный вопрос. А, ну, конечно, можно, Павел. О чем разговор? Конечно, давайте созвонимся под вечер и поболтаем. Можно даже будет и пересечься вместе. Двиновый путь. Все, друзья, вот такие планы на следующей неделе у наших коллег, через две недели у наших коллег. Но самое главное, что мы узнали, что в Калининграде есть где погулять. Вот, ну, вообще, хочу сказать, что у нас знакомые, кто были в Калининграде, очень довольны, говорят, действительно, прям такой замечательный, красивый город. Прямо всем так нравится. И в восторге все. Видимо, там и туристические маршруты отработаны такие, да? Ну, развивают как туристическую зону, соответственно, есть, конечно, туристические маршруты. Но помимо туристических маршрутов, много других интересных тем, которые можно посмотреть. Особенно если с киндером будете, то вообще там великолепно. У нас очень много музеев, и музей янтаря, и музей мирового океана. Я вообще рекомендую туда сходить. На подводную лодку, как бы, то есть... Хорошо, применяйте. Есть прям музей на подводной лодке? Да. В подводной лодке. В. Ну, то есть, прям опускается человек в подводную лодку и бродит там по ней, да? Я помню. Да. Я надеюсь, что ядерные установки там уже сняли все с подводной лодки, поэтому как бы... Да, она дизельная. Раньше была. Я помню. Ну, ко мне, когда европейцы приезжают, у них сразу самое первое. Где подводная лодка? Серьезно? Да. Вези на подводную лодку, я хочу посмотреть, как она выглядит. Прямо хочу спуститься, все посмотреть. Ну, понятно. Не надо ничего. Ни ресторан, ни музей янтаря, подводная лодка. Серьезно? Нет, это не удивительно, потому что в ресторанах-то мы все бывали, а вот в подводной лодке я, например, тоже никогда не был. Интересно посмотреть, как там все устроено. То есть вы уже были 72 раза на подводной этой лодке, уже там все изучили, я думаю, досконально. Ну, там особо так. Ну, может, первый раз интересно. Особо не развернешься там, короче, да. Тем более дизельная, значит, небольшая сама по себе. Ну, да. Я помню вас. Ясненько. Андрей, спасибо вам большое за ваш обзор. Спасибо за подобный рассказ по доллару-рублю. И спасибо за рассказ по Калининграду, который, друзья, напомню, считается одним из самых красивейших городов Российской Федерации. Хорошего дня. Удачи вам на рынке сегодня. Спасибо, Игорь Николаевич. Вам тоже удачи. Всем профита. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.